Так, надо, наверное, представиться, потому что не все нас знают лицо. Надо, а то что это мы тут такие, сидим красивые. Меня зовут Анисимов Константин, я вообще из России, 20 лет уже живу в Таиланде. Очень много путешествую по местному региону, последние месяцев, последние, извиняюсь, лет, наверное, 5 месяцев, по 6-7 вообще путешествую по разным совершенно странам. Объехал в Латинскую Америку, много где был в Европе. Я байкер, увлекаюсь реконструкцией и у меня несколько бизнесов. Как бы свободное время есть для изучения ситуации. Собственно, что изучаю? Я все 20 лет, очень-очень внимательно, очень глубоко и широко, практически на научном уровне. Я любитель, но вот у меня получается почти на научном уровне изучать местную антропологию и этнографию. То есть, шаманизм, индуизм, буддизм. Я был монахом несколько месяцев в буддийском монастыре здесь, в Таиланде. Здесь просто громадное кромешное язычество, я его подробно изучаю. И, в общем, мне есть что рассказать в данном случае о Таиланде. А, кстати, знаю несколько местных языков. Три. Вот, это тоже полезно, да. В Таиланде вообще тайских четыре языка. Я из них знаю два и знаю один лавовский. Поэтому имею что рассказать. И именно по этой причине мы с Климом составили такой очень удачный тандем. Потому что я знаю про то, что сейчас, а он знает про то, что раньше. Я знаю про то, что раньше, потому что я историк дипломированный. Ну, возможно, кто-нибудь меня знает. Это сэкономит нам время для знакомства для других. Я учился на историческом факультете Большого Санкт-Петербургского университета. Потом учился в Институте истории и материальной культуры в Российской академии наук в аспирантуре. На секторе славяно-финской археологии. Десять лет работал в государственном Эрмитаже. Также являюсь реконструктором. Сейчас историк, что называется, вольный. Вольный исследователь. Зовут тебя Климжуков. А, зовут меня Климжуков, да. Ты же сказал. Я не сказал твою фамилию. А, ну ладно, вот я Климжуков историк. Мы с Климом дружим давно. Он знает очень много про историю. Я знаю про антропологию и этнографию местную. И однажды нас посетила идея, а было это три года назад, проводить по Таиланду тур. Тур именно супер-мега-познавательный. Он уникальным оказался. Он занял нишу совершенно пустую. Дело в том, что, ну вы ездили отдыхать в такие страны, как Турция, Египет, Греция, Таиланд. Как правило, там очень все ограничено в плане информации, да. Там это статуя Будды. Очень приятно. В этом остров купаетесь, да. Мы копнули очень глубоко. Собрали огромное количество информации. И мы уже больше, чем полгода назад запустили туры. Две недели мы едем по стране. И у нас основной упор это именно история, фитография, антропология, традиции, культуры. Ну, конечно, не обижаем. Антропология, археология и много-много религий там просто огромное количество. И, конечно, мы не обижаем и острова, но куда без них. И таким образом получилось, что во время подготовки к туру, к турам, да, и во время сбора информации, во время чтения лекций, во время туров, во время ответов на ваши вопросы, у нас набрался просто огромный чемодан информации, который в туру уже вместить вообще никак невозможно. Ну, по поводу туров мы не собирались и не собираемся останавливаться. Вот прямо сейчас мы вот сидим вот тут вот, да, в Таиланде. А должны были мы в это время уже заканчивать тур по Шри-Ланке и готовить через два месяца тур по Яве. Но нас всех заперли вместе с вами. Нас вообще всех заперли, поэтому мы не можем никуда поехать и вы не можете никуда поехать. Но накопленная информация пеплом класса стучится в наши сердца. И, воспользовавшись паузой, мы решили ворваться в ваши дома непосредственно через голубые экраны, через телефоны, компьютеры и телевизоры, подключенные к компьютерам. Ну, плюс еще какая ситуация, тур не все могут поехать, даже у кого-то нет отпуска, у кого-то нет загранпаспорта, кто там вообще за границу не ездит. У кого-то допуски, например, секретности, им нельзя за границу. А телевизор есть у всех. И я считаю, что рано или поздно мы пришли бы к продукту, про который мы сейчас рассказываем вам, да, потому что количество мест в автобусе очень сильно ограничено. И всего вообще у нас там 42-45. А желающих послушать, вот это все увидеть, их намного больше. Сотни, сотни. У нас в первом туре на 45 мест в автобусе было сколько живающих? 868 желающих поехать. Вот, поэтому мы создали, собственно, продукт, да, про который мы вам сейчас расскажем. Мы, собственно, о чем? Мы как-то сидели, так как мы попали сюда в изоляцию, у нас было свободного времени много, мы решили записать пару роликов, например, про буддизм и про историю Таиланда. Тут мы пришли к выводу, чтобы рассказать про буддизм, нужно очень подробно рассказать про язычество, из которого вышел индуизм, и подробно рассказать про индуизм, из которого вышел буддизм, и про все виды буддизма, и про его философию. А потом, как буддизм покинул Индию и пришел в Таиланд. Мы пришли к выводу, что чтобы рассказать историю Таиланда, нужно ничего не делать, потому что это сделать невозможно. Нужно анализировать, изучать и рассказывать историю полностью с его региона. И уложиться даже там в 10 часов тут вообще невозможно никак. Тогда мы решили, что надо, чтобы вас повеселить, надо снять, ну, наверное, 5-6 роликов. Потом мы опять проанализировали поле, что это укладывается в несколько десятков роликов. Несколько десятков роликов – это что такое? Это уже полноценный курс. У нас курс получается исторический, этнографический, антропологический, религиозный, религиоведческий. Религиоведческий у нас отдельный курс. Вот, да. И как мы добывали информацию? Вот мы сейчас вам расскажем, это мы сейчас за минуту расскажем историю нескольких лет. В моем случае это 20 лет. Дело в том, что не существует справочника, например, по тайскому, юго-восточно-азиатскому язычеству. Про вот эти все обряды, традиции, домики духов, шаманизм. Тут есть тату-шаманизм, оказывается, у них есть огромное количество амулетов, наверное, кто бы увидели, да, они их носят тут, носят, продают, покупают друг другу постоянно. Вот не существует литературы. Поэтому я эту информацию собирал 20 лет, просто расспрашивая местных жителей, опять же, не кого попало, а шаманов. Я уже 18 лет занимаюсь упанишадами, это Клим меня научил, это когда ты сидишь с шаманом и с ним просто беседуешь. Я атеист, поэтому именно для разведки информации я устраивал свой уход в монастырь, то есть я монахом был, да. Я регулярно встречаюсь, сталкиваюсь, специально нахожу учителей местных историй антропологии и этнографии, и вот информация просто по кусочкам собиралась в течение действительно 20 лет. Например, здесь существует культ белой кожи, да, очень интересный, потрясающий, который начинает свою историю с неолитой книжки. Почему в Таиланде есть путь белой кожи, ее нету, вообще не существует. Вот это все собирал лично я, расскажи про свои сборы. Так я был соблазнен Константином на посещение Таиланда, кажется, лет 5 назад, я уж точно не помню. И оказалось, что тут потрясающе интересная культура. Я ж историк, а так как я историк, я естественно сдавал зачет по истории Юго-Восточной Азии, точнее, прошу прощения, экзамен я сдавал по истории Юго-Восточной Азии, а также по истории Дальнего Востока, по истории Ближнего Востока. Но я вдруг обнаружил, что все то, что я когда-то там в прошлом, черт возьми, веки сдавал, оно тут прям живет. Все по-настоящему, все есть, все можно потрогать руками. И оно настолько больше, чем то, что я прослушал за семестровый курс в свое время, что это даже просто словами не описать. И тогда я стал внимательно изучать информацию, просто потому, что я терпеть не могу ездить в какую-нибудь страну, не зная мне ничего. Тем более, что мне тут понравилось, я понял, что я далеко не последний раз сюда еду, я стал читать и копать. За три приблизительно года я отрыл, да, очень много исторической информации на разных языках. Я читаю хорошо на английском, плохо, но читаю на французском. Французы в Индокитае были представлены самым широким образом, и вообще начало индо-китайской археологии, это все французы. Конечно, по-русски я тоже читаю, как-то не странно. А вот, получилась интереснейшая вещь, а именно, что информации много, ее просто нереально много, очень много. Это только по-русски, если смотреть, это сотни книг и тысячи книг и статей, каталогов, энциклопедии, монографии. Коллективных монографий, популярных книг, всего очень много, но их почему-то нету вот так в одном месте. То есть, так, чтобы я мог прийти и сказать, я хочу узнать что-нибудь такое слитное, большое про Таиланд, вот дайте забудьте сразу про это. Я много раз пытался, ничего не получилось совершенно, то есть, все очень сильно разрознено и раскидано. Почему наш курс первый, но, естественно, не последний, именно вот про Таиланд, про Юго-Восточную Азию, да? Потому что мы считаем, что это в данный момент единственное место в мире, где все виды традиций, все виды религий или типы религий, как правильно сказать, они сохранились, они происходят, они живут, и это все можно видеть, прям, вот Клим правильно сказал, прям здесь и сейчас. А, к сожалению, в других частях мира очень часто организованная какая-то большая религия все это аннулировала, искоренивала, аннигилировала, и это вот то, что можно у нас почитать в книжках по истории, здесь все можно посмотреть вживую, прям вот на улице. Вот, собственно, это главная причина. Кроме того, было бы очень неправильно думать, что мы образованные люди, образованные только в том смысле, что мы должны знать хотя бы в общих чертах историю. Но, если мы не знаем историю гигантского региона со своими археологическими культурами, огромными всечеловеческими достижениями, допустим, трудодомашний лирис, оказывается, чего мы долгое время не знали, со своими войнами, трагедиями, заговорами, вот весь этот регион громадный, со 100 миллионным, много 100 миллионным населением, он у нас из общественного сознания практически полностью выключен. Вот смотрите, у нас есть глобус, мы там про Европу узнаем неплохо, про Россию замечательно, про Америку хорошо, там всякие Греции, Древние Греции, Древние Римы вообще лучше всего мы знаем, и больше всего мы знаем про динозавров, конечно, с детства. И вот посреди всего этого торчит вот такая вот дыра, которая чисто географически больше Индии по площади, от Тибета до почти самой Австралии, и от, соответственно, Вьетнама на востоке до Бирмы на западе. И мы ничего не знаем про это, потому что если человек, ну, наверное, даже не самый образованный, он наверняка слышал слово Ангкор-Ват. Ну, уже даже не всякий образованный человек знает, что Ангкор-Ват это просто переводится как городской храм, потому что Ват это храм, Ангкор это город, собственно, и есть. Так вот, Ангкор-Ват располагался в городе Ангкор, и что такое город Ангкор, вот я вас уверяю, знают гораздо меньше людей. Есть, например, столица Таиланда Аютая, многие, кто был в Таиланде и немножко отлипал от пляжа, знают, что есть такая средневековая столица Аютая. Но уже, повторюсь, нужно быть сильно образованным человеком, чтобы точно знать, что до Аютаи были еще столицы, они существовали, и что в них хорошо существует по сей день, в них можно просто поехать, о них можно почитать, о них можно посмотреть, и о них кое-что можно посмотреть, но об этом уже мало кто знает. И это чертовски обидно. Почему? Потому что культура огромная, сравнимая по значимости своей, по насыщенности, да элементарно археологическими памятниками, и какими-то современными, из глубины веков, пришедшими традициями, насыщена она ничуть не меньше, чем, например, Италия. Или, например, Индия. Вот тут накал вот этого историзма ничуть не меньше, и мы про него, по большому счету, кроме специалистов, не знаем ничего или почти ничего. Ну, на самом деле, я тебе скажу, что ситуация вообще такая, что про Таиланд знают в основном слухи какие-то, типа как трансвеститы, проституции, нищета, банановая республика. Если спросить про соседние страны, то кто-то знает войну в Вьетнаме, а Бирма вообще, или там говоришь, например, Лаос, многие, и особо это и сказать нечего. Но тоже банановая республика, наверное. Да, более того, если сказать слово Лаос или Бирма, далеко не все их на карте сразу найдут. Да, да. Вот, значит, я думаю, что нам нужно рассказать вкратце, что у нас, чем будет наш курс наполнен. Про наполняемость давай немножко, если можно, я начну. Давай, начинай. Вот, значит, это у нас будут прям курсы лекции от 40 минут до иногда, мы разгонялись и не могли остановиться, до полутора часов. Вот, значит, первое. История Индокитая. Это вводная лекция. Понятно, что за одну лекцию историю всего Индокитая рассказать вообще, в принципе, невозможно. Второе. Это у нас заселение Юго-Восточной Азии и сложение цивилизации. То есть, про то, как первобытные люди пришли в Индокитай, когда они пришли. И что из этого вышло? Тут очень-очень много сюрпризов. Дело в том, что многие и сами тайцы, и иностранцы, проживающие здесь, подолгу считают, что тайцы коренные жители. Оказывается, до тайцев здесь жили другие люди. И, о господи, до них тут жили еще другие люди, а до этого еще другие. И я немножко забегая вперед, вас удивлю, что здесь жили даже не монголоиды. Самые первые коренные жители Азии были не монголоиды. Об этом очень-очень подробно будем рассказывать. Так, следующая тема у нас. Третья. Третья. Первое государство Индокитая. По поводу этого очень интересно. Почему? Потому что они, с одной стороны, сложились довольно поздно. То есть, это рубеж до нашей эры и нашей эры. Там, может быть, немножко раньше. Но тут, во-первых, легенд масса. Потому что во Вьетнаме убеждены, что тут 4000 лет как минимум государству. И много где еще. Вот эти легенды мы, конечно, развеем. Но при этом объясним, почему здесь не успело сложиться собственное государство в эпоху классической античности. И почему это потом пришлось наверстывать уже на рубеже эпох и уже в нашу эру. Потом у нас четвертая тема. Это вообще для меня было очень интересно. Кхмерская империя. То, что называется Камбоджа-Деша. Тут Клим копнул действительно очень глубоко. Ну вот, я здесь жил, знал, что есть Камбоджа. Это монголоиды. Основали некое государство. Анкар-Ват построили. Сам мы основали. С населением городским всего лишь сколько там в Анкар-Ватии было? В Анкаре до миллиона человек. До миллиона человек. То есть это был примерно уровень Рима. В какой-то его период. А мы об этом ничего не знаем. Так вот, Клим копнул настолько глубоко, что оказалось, что я с удивлением до себя узнал. Я подозревал раньше, что оказывается вся Юго-Восточная Азия, это все была индийская культурная колония. И вот эта Камбоджа-Деша, она возникла только вследствие влияния Индии. Вот именно в таком виде, как она была и в таких масштабах. Дальше у нас пятая тема. Это рассвет и гибель Камбоджа-Деши. Это вообще очень интересно. Почему? Потому что это такая прям очень красивая история 12-13 веков. Это классическое средневековье. Это нашествие монгол. Оказывается, монголы тут изрядно прогулялись по Юго-Восточной Азии. Они прям изрядно захватили почти всю Вирму, атаковали даже Южный Вьетнам. И с этим во многом было связано, не целиком, но во многом было связано падение этой Великой Кхнерской империи. От которой теперь осталась, собственно, территория современной Камбоджи. Так, шестая тема. Начало тайских государств. Я говорил уже, да, что тайцы здесь, оказывается, не коренные. Они сюда пришли и основали здесь государство. Об этом очень подробно. У нас там даже на несколько серий это все растянуто. Седьмое. Тайское традициарствие и монгольское вторжение даже. Это, собственно, про то, как тайцы, которые приходили, очень не вдруг они пришли на территорию Индокитая и современного Таиланда. Они здесь сильно не аборигены. Если в историческом ключе посмотреть. Так вот, они сюда пришли в том числе массированно под воздействием монголов. В том числе. И, скоперировавшись с местными тайцами, которые ранее сюда поступали, вот они образовали три больших государства. На самом деле, несколько больших было. Не три. Если посчитать мелких княжествах, наверное, десяток их можно считать. Или даже больше. Ну, вот три таких мощных было образования, которые в конце концов соединились вместе. Остановили монгольское вторжение. И, правда, сразу после этого признали себя вассалами монголов. На всякий случай. Потому что один раз остановили, второй раз могло не выйти. Да. И вот у нас восьмая тема. Это королевство Аюта-Я. Опять же, кто-то был на экскурсии в Аюта-Я. Некоторые, да. Как правило, оттуда выносят две даты. Дата основания, дата падения. Больше ничего нет. Это сильно в лучшем случае. Да. Почему? Потому что действительно информации какой-то научной. Ее вот просто в сети так взять и найти нельзя. А доступа к научной информации у меня, например, нет. И у большинства из вас тоже нет. Вот. Клим нарыл там ого-го. Очень много. Прям огонь и трагедия. Все было с размахом. И все было довольно интересно. Вот. Поэтому девятая тема. Возвышение Сиама. И первое. Падение Аюта-Я. Потому что у нас Аюта-Я падало два раза, как несложно догадаться. И первое. Это сначала сложение очень мощного, я бы сказал, пан-индокитайского государства. Которое почти все под себя подмяло, кроме Вьетнама. Вьетнам даже американцы не смогли. Так вот. Столица Аюта-Я. В конце концов, они допрыгались. И вызвали сильнейшую реакцию со стороны Бирмы. Бирманцы со своей стороны. Они разобрались с феодальной раздробленностью. Это же средневековье фактически. А в Таиланде как раз эта раздробленность началась. И бирманцы первый раз завоевали Аюта-Я. То есть столицу фактически. И прекратили на какое-то время самостоятельное существование Сиама. Как великого королевства. Правда, очень ненадолго. И вот у нас прямо следующее. Это десятая тема. Возрождение сиамской монархии. И первые колониальные конфликты. Вот тут особенно интересно. Потому что все уверены, что все страны были в Юго-Восточной Азии. Все страны были колониями. И Таиланд, конечно же, тоже. Акадцы нет. Как так получилось? А там истории огромные, очень длинные. Это ее начало только. Да. Так, дальше что у нас? Одиннадцатая тема. Второе бирманское завоевание Аюта. Аютаи и конец Средневековья. Ну, понятно, второе бирманское завоевание Аютаи. Это бирманцы второй раз собрались, завоевали Аютаи. И, наконец-то, они ее не просто завоевали, они ее уничтожили, как столицу. И более того, как город, там потом никто уже не жил. Это то, что мы любим больше всего про войну. Да. Ну, я вам скажу, у Кима про войну получается очень-очень хорошо. Вот. Так, двенадцатая. Да, у нас? Эпоха Раттанакасин. Независимый Сиам. Почему он остался независимым? Как это получилось? Что вообще произошло? Очень подробно все от маэстро. Тринадцатая тема. Короткое колониальное столетие. У нас Таиланд никогда не был колоний. То есть, его никогда не захватывали. Тут столица никогда не носила над собой чужого флага. Этого просто в истории не было. Но экономически и культурно, и военным, и, естественно, самое главное, военным усилием Таиланд на какое-то время, очень ненадолго, стал полуколонией в самом деле. И все бы закончилось, наверное, очень плохо. Потому что все балансировало на лезвии бритвы. С одной стороны англичане, с запада, с востока французы. И они были готовы уже Таиланд просто порвать напополам. Однако, почему-то не получилось. Почему мы рассказываем. Вот дальше у нас четырнадцатая тема. Новейшая история Таиланда до конца Первой мировой войны. Второй мировой? Нет, Первой. А, Первой. Извиняюсь. Так, тут у тебя есть какие-то комментарии? Да, это же на самом деле потрясающе интересно. Потому что, во-первых, вы представляете себе, тайские, сиамские истребители над Францией летали. И делали так. Это же просто огонь. Это просто неожидаемо. Ну, и в конце концов, Таиланд выходит из Первой мировой, точнее, тогда еще правильно говорить, сиам. Сиам выходит из Первой мировой войны. Если не равноправным представителем мирового сообщества, то, по крайней мере, уж совершенно точно никакой не колоний. Хотя, конечно, экономическое влияние Англии сохраняется. О чем у нас, вот как это все разрешилось, это в пятнадцатой теме, Таиланд во Второй мировой войне и после нее. Там тоже все было по-хитрому. И, соответственно, опять же, видите, все очень сильно взаимосвязано. С современной экономической ситуацией в Таиланде очень сильно, она зависит, как бы, произошла она во многом, произошла от того, что происходило во время Второй мировой. Хотя, посмотрите, где Вторая мировая в наших умах, да, и где Таиланд. Собственно, вообще, меня, кстати, часто спрашивают, а тайцы слышали про Вторую мировую? Вообще-то, да, слышали. Даже мне немножко участвовали. Пятнадцатая – это твоя любимая. Баочуань – корабль-сокровищница против адмирала Нельсона. Это, конечно, шутейное название. Баочуань – это, так называется, большой китайский корабль пятнадцатого века, который являлся основой так называемого золотого флота. Золотой флот – это начало и конец, замечу, великих географических открытий в Китае. Собственно, про Баочуань рассказано столько легенд, что он был больше корабля «Виктори» адмирала Нельсона, причём не просто больше, а в три раза больше, что мне пришлось просто... Причём я смотрел эту передачу по «Дискавери», я поверил, потому что рассказывают очень убедительно. Да, мне пришлось некие материальные основания под это подвести. Почему? Потому что эти Баочуани реально приплывали в Индокитай, участвовали в тайской, в том числе, политике, и во многом средневековая Малайзия была гарантирована в своей независимости от Сиама именно прибытием этого золотого флота. Но сам флот был сильно не таким, как нам рассказывали. Об этом будет подробно всё. Семнадцатая тема «Ланна, королевство тысячи полей». Миллионы, наверное. Миллионы рисовых полей. Извиняюсь, миллионы. Это мы неправильно записали. Забыли три нолика записать. Это очень интересная территория на месте современного севера Таиланда. Она чем интересна? Тем, что она такая вот типичная новгородская республика, как она у нас была на Руси. Вот такая же новгородская республика, кстати говоря, с городом Новгород в качестве столицы. Потому что город Чангмай, который был столицей королевства Ланна, это переводится на русский язык как Новгород. То есть новый город. Вот они были прямо ярким представителем северной независимой территории, которая оставалась независимой. Вообще, внимание, ну как независимой? Частично, конечно, независимой. До начала двадцатого века. Собственно, тут только с пресечением собственной династии в конце девятнадцатого, в начале двадцатого века эту территорию упразднили и полностью включили в состав Таиланда. Представляете, вот это уже новейшее время, а где-то есть независимая или полунезависимая феодальная республика. Восемнадцатая тема. Это прям вот я люблю. Звездные крепости или система маркиза Вабана в Индокитае. Дело в том, что, если кто не знает, в мире существует теория заговора, потому что очень много где, почти везде, ну там кроме Австралии, построены некие крепости в форме звезды. И в Японии, и в США, и в Канаде, и в Таиланде, и на Шиланке, и в Индонезии есть. И это же инопланетяне по-любому. Ну, потому что они все одинаковые. Не могли в древности, а крепости очень древние, как бы в кавычках, не могли в древности все договориться и построить что-то одинаковое. Значит, или инопланетяне, или гиперборейцы. Или не такие уж они и древние. Или Клим Саныч расскажет, как бы он на самом деле. Ну, дальше у нас тема девятнадцатая. Великий Анкор. Здесь есть Анкорват, это храм. А есть Анкор, это город. И мы когда рассказывали про историю вообще Анкорской империи, да, ее появление, развитие, падение, про сам город мы посчитали, что недостаточно. Поэтому мы дописали еще отдельно прям подробности про город. Как он был устроен, за счет чего жил, что там изменялось, какие были интересные моменты и все остальное. Как он погиб, а на самом деле не совсем погиб. Как погиб и не совсем погиб. Его жители даже не знали, что он погиб. Номер двадцать. Загадка археологической культуры Бан Чьен. Тут это у нас такая лекция предположения. Да, это лекция вопроса нам скорее. Научная работа. Да. Дело в том, что оказалось, и причем мы об этом узнали уже, когда записывали эти лекции. Ну, во многом, да. Да, что есть две очень-очень сильно похожие культуры. Археологические. Археологические. Прям очень сильно похожи. Вы картинки посмотрите, вы все поймете. Причем одна из них находится на границе современного Таиланда и Лаоса. А вторая где у нас находится? Украина, Румыния, Молдавия, Приднестровье. Вот там. Да, и вот мы рассказываем в этой лекции, насколько вы сильно удивлены и предполагаем что-то. А это, внимание, неолит. Это неолит, да. То есть, между ними 11 тысяч километров. Как они оказались настолько похожи, большой вопрос. То есть, фоточки по интернету они не отправляли? Нет, не могли. А дальше у нас Изумрудный Будда. Такое простое название для лекции. А на самом деле лекция непростая. Изумрудный Будда – это самый святой и священный предмет вообще в Таиланде, а до этого в Сиамее. И поэтому, естественно, на нем надо остановиться подробнее. Про него есть очень много легенд. Есть современные туристические мифы, которые мы развили. И, естественно, мы даем настоящую информацию, как оно вообще на самом деле. Так, дальше. Дополнительные материалы, где в основном главным лектором являюсь я. И это то, что я собирал за все эти 20 лет жизни здесь. По вот таким вот кусочкам. Но, кстати, потом уже лет 6-7 назад я все это стал проверять с научной точки зрения. Благодаря Климу и другим знакомым историкам, археологам. И оказалось, что, да, действительно, я картинку собрал правильно. Первое. Китайцы в Таиланде. Китайцы самых древних времен. То есть, во-первых, китайцы и тайцы – это не одно и то же. Нет, они только киев, китайцы и тайцы. Они так по каждому ступо похожи. Обязываются совершенно разные люди, совершенно разный у них характер, разный менталитет, разное мировоззрение. И китайцы в Таиланде самых древних времен играли какую-то роль. И в данный момент они тоже их играют. Они каким-то образом взаимодействуют. И то, как тут все сложилось, выглядит довольно удивительно и интересно. Вот я об этом рассказываю. Потом у нас лекция будет про культ белой кожи. Это любимая Константинова. О, тут мои все любимые. Дело в том, что здесь красивым считается человек с белой кожей. Человек с муглой считается некрасивым. Здесь по сей день до сих пор существует то, что мы называем действительно расизмом. То есть, тебя на работу могут не взять из-за того, что ты смугловатенький. Я даже не знаю, как об этом в открытую говорить. Надо какие-то фильтры там. Черные нельзя, наверное, произносить. То есть, действительно, жизнь человека, рядового, обычного тайца, очень сильно зависит во многом от того, какого ты цвета. Симпатия девушек, как тебя принимают на работе, какую ты работу получишь, какой статус в обществе ты займешь, как тебе друзья будут относиться. И я проанализировал ситуацию современную. Представьте, тайцы тратят огромные деньги на отбиливание сейчас, в данный момент, сегодня, когда у нас модно загорать. И с помощью клима мы установили историческую культуру, историческую череду событий. Почему так получилось? А получилось просто архиинтересно. Очень интересно, поэтому ждите. Так, номер три. Я рассказал самые интересные, описал самые интересные тайские традиционные праздники. Мы их рассмотрели с точки зрения буддизма, с точки зрения язычества, с точки зрения истории. А праздников необычных здесь очень много, поэтому тоже вышло познавательно. А вот следующая у нас лекция была мне лично очень интересная. Это называется «Шелк в Индокитае». А дело в том, что тут этот шелк давно-давно производят. Кстати, есть такая ненулевая вероятность, что его здесь одомашнили. Тут его шелкопряда, а не в Китае. И потом отсюда он в Китай попал только. Это возможность, не факт, но возможность такая есть. А почему мне было интересно, ну, помимо того, что великий шелковый путь, это то, что связывало вообще всю Евразию. А Константин очень много лет занимался шелком непосредственно здесь, в Таиланде. Где сохранилось, если не ошибаюсь, традиционное его изготовление от самого начала до самого конца. То есть, до, собственно, тканого полотна. Он все знает об этом. Так точно, да. А потом у нас тайский бокс. Отношение тайцев к спорту. Да, каким тайцы спортом занимаются. Что такое тайский бокс на самом деле для них. Ясно, что для нас это спорт. Да. Для них, что это такое, да. Тоже все, что знал, рассказал. Я, когда уходил побыть монахом в храм, в монастырь, я уходил не просто в монастырь, а именно в монастырь, в тот, где монахи преподают тайский бокс до сих пор. Причем его старую версию. Поэтому мне есть что об этом рассказать. Вот. Ну и последняя тема. Расскажи. Отношение к монархии в Таиланде. В современном Таиланде. Дело в том, что здесь, помимо того, что все знают, что тут все любят короля, просто потому, что он король. Здесь на основании любви к королю возникли тоже языческие культы. И это тоже все интересно. Более того, тут были факты, когда королей при жизни возводили в лик святых. Это тоже интересно и потрясающе. Вот, собственно, так у нас очень коротко про темы. Да. 27 тем у нас все получилось. Это мы решили записать пару роликов. Просто нам было скучно. Так, теперь очень важная тема. Вот мы сначала, я говорил, там пару роликов записать, от нечего делать. Потом давай уже раз берем историю, давай уже копать на полный штык. А тут, если история, говорим про историю, надо говорить и про религию. И оно как-то пошел-поехало, и мы не заметили, как у нас вот так вот все получилось. И смотрите, какая выявилась ситуация, да. Чтобы подготовить одну тему, часто, например, у Клима уходило от трех до, я помню, шести дней. Это уже в процессе записи здесь на месте. Да, то есть я же их не здесь готовил, эти темы. Я про них, как уже сказал, три года специально изучал всякое. Там от популярной литературы до архивных материалов, которые, например, публикуют в иностранных университетах, в электронных архивах, например. И плюс мы же не ограничимся курсом университетского образования, мы заходим намного шире и глубже уходим. А вот то же самое у меня, да, чтобы там какие-то вещи поднять, освежить, чтобы вам не соврать, чтобы все проверить, перепроверить. У меня тоже уходило время. Мы в день записывали по два ролика, иногда ролики не записывались по каким-то техническим причинам. То звук, то свет, то дождь пойдет. Иногда по три ролика в день. Естественно, наши жены нам всецело помогали полностью технически, потому что мы с Климом могли только читать все оставшееся время, кроме... И делать вот так. Да, потому что если ты просидел часов 10 в день где-то за литературой какой-то, и потом три часа делал так, ты будешь, в принципе, ничего сегодня делать. Ну, 13 часов, хватит уже, что делать-то, поесть и спать. А потом мы пришли к тому, что это должен быть не просто курс лекций, послушали и все, да. Это должна быть какая-то обучалка. То есть обучающая программа, где вы сможете с нами пообщаться, сдать нам какие-то вопросы, пройти какие-то тесты, проверить свои знания. Это ведь намного как-то, мне кажется, интереснее и познавательнее, самое главное. А потом получилось так, что вы не просто должны пройти тесты, а мы должны еще и эти тесты проверить. Потому что, а как иначе-то, вы прошли тест, правильно или нет, какой смысл? Поэтому оказалось, что нам надо привлечь людей на монтаж, на текст, который идет под каждым роликом, я не знаю, как это правильно называется. Ну, конспект. Вот, значит, нам нужно создать лендинг, где будет располагаться этот курс, то есть сайт, да. Нам нужно его обслуживать. И самое главное оказалось, что мы примерно представляем уже, у нас уже часть мест закуплено, то есть выкуплено, да, уже есть люди, которые купили этот тур. Курс. Да, извиняюсь. И мы примерно представляем, сколько десятков людей нам нужно будет кураторов, чтобы, во-первых, проверять тесты, во-вторых, налаживать ситуации, когда какая-то техника разладилась. Да. Потому что, опять же, мы все это не потянем. Ну, все просто. Один куратор на 50 человек. Да. Если мы хотим 50 тысяч человек, нам нужно тысячу кураторов подготовить где-то. Ну, и смотрите-ка, у нас, получается, участвует несколько человек, там, от трех до семи в разных стадиях подготовки, да. Плюс у нас две семьи полностью выпало из работы, плюс, естественно, мы, у нас есть другая работа, много очень других дел, другой работы, поэтому мы этот курс решили сделать платным. Почему? Потому что, действительно, расходы составили уже довольно большую сумму. Клим, когда узнал, был в шоке. Я обычно про такое не думаю. Ну, и самое главное, что эта информация, она уникальная, совершенно. Она нигде не появлялась ни до, нигде не будет ее после. Поэтому за такое заплатить можно, если вы хотите нас поддержать, чтобы мы набрали информацию и создали такой материал про Бирму, про Шиванку, про Яву, про Индонезию и про какие-то другие страны. Мы не хотим останавливаться, нам понравилось. Вот, и вы нас при этом поддержите деньгами, это будет очень здорово. Вот, про цены и какие виды курсов надо, чтобы ты рассказал. Это все просто. Надо, чтобы ты рассказал. У вас три вида тарифов. Первый, самый дешевый. Понятно, что далеко не всем нужно знать все-все-все глубоко по-настоящему научно про историю Индокитая. Но было бы интересно. Поэтому есть довольно простой, ознакомительный курс. Полезно весьма. Второй курс, прошу прощения, второй тариф подороже на тот же самый курс. Он более широкий, более глубокие знания, проверка домашних заданий более серьезная. Словом, это, я бы сказал так, для студенческого уровня. То есть, вы узнаете историю Индокитая и Таиланда на уровне нормального студента. И третье, самое дорогое, самое углубленное, там будет очень большая обратная связь с нами. То есть, она вообще будет, в принципе, обратная связь. Но тут она будет в самом широком смысле. Проявлять ваше домашнее задание будут не кураторы, а мы. И самое важное, на мой взгляд, что в самом дорогом этом самом тарифе предусмотрено для вас написание творческой работы по какой-либо из прослушанных тем или вообще на ваш выбор. И эти самые работы тоже проверим мы. И это, как раз, по-моему, самое важное, что может быть. Почему? Потому что, если вы просто прослушали информацию и даже выучили ее наизусть, допустим, такое возможно, вы поймете ее гораздо глубже, если попытаетесь ее переработать и рассказать ее самостоятельно кому-либо третьему. То есть, у вас есть а. Акт творчества. То есть, самостоятельная работа. Два. Куда более глубокое осмысление полученного материала. Слушай, я вообще запоминаю только, когда потом это все напишу. Да, естественно. Если я просто смотрю, я через полгода забываю все. Естественно. Так все устроено, почти. Мы уже так немножко анонсировали, собственно, этот курс. И у нас уже есть желающие на него, да, немало уже. Там был такой вопрос. Ребята, если я бизнесмен, вы мне очень нравитесь. Я вот иногда вас смотрю, но вот весь курс я не хочу слушать. Я хочу просто вам заслать денюжек. Как ты к этому относишься? Ну, у нас же свободная планета. Без проблем. Свободная. Он профессиональный историк, да. И если вы хотите, чтобы он развивался и рос с удовольствием вообще. С огромным. Так. Ты хотел сюрприз. Да, конечно. Если вы досмотрели до вот этого момента и были настолько терпеливы, что наше занудство осилили. Вот есть платный курс, вот есть три тарифа. А вот если вот вы сейчас увидите этот промокод, который прямо вот тут вот идет по экранчику. И его введете на нашем сайте, у вас будет скидка. Я думаю, это всем будет приятно. Она, конечно, не огромная, но тем не менее скидка. Вот лично мне всегда хорошо и настраивает меня на благостный лад, в том числе, если я, например, покупаю какие-то научные знания. Я сразу усваиваю их куда сильнее. Кстати, да, книжки, которые Клим читает, он почему-то вынужден за них платить. Я вообще не имею, это поражает. Почему? Очень обидно. В общем, ребят, мы всех приглашаем. Мы действительно старались. У нас ушло полтора месяца на это. Ежедневной работы. Даже когда мы брали выходные, все эти выходные мы сидели, собирали материал. и готовили лекции. Приходите вот сюда вот. Будет очень интересно. И это первый, но не последний такой курс. Так точно. Заходите к нам. Будет круто. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...